Вот все время пугают нас кадыровцами, но наши вооруженные силы говорят, что это не вояки, это скорее какие-то карательные отряды. Сколько этих сил у Кадырова? Потому что я смотрю, вот население Чечни это всего миллион четыреста тысяч. Это в несколько раз меньше, чем население Киева. Сколько у них военных сил, вооруженных сил, которые могут у нас здесь принимать участие во вторжении? Смотрите, вы абсолютно правы в том плане, что мем кадыровцы не работает в Украине. Это в России при слове кадыровцы любой чиновник или россиянин падает в обморок и боится, чтобы его не обидели. У нас это не работает. Мы не боимся кадыровцев, нам все равно, кадыровцы это или россияне. Что касается численности, были несколько заявлений самого Кадырова, что у него под ручьем стоит порядка 30 тысяч штыков. Но надо понимать, что это не частная военная кампания, это никакие банформирования. Нет, это подразделение Росгвардии, которое является федеральным органом и подчиняется федеральному правительству. Единственное, что, кстати, я считаю, что это серьезнейший удар по вертикали власти Путина. Почему? Потому что федеральными войсками, фактически, или федеральным правоохранительным органом, которым является Росгвардия, на территории Чечни командует местный чиновник и командует практически как своей частной армией. Вот в чем парадокс этих так называемых формирований кадыровцев. И, кстати, почему они не бойцы? Потому что это Росгвардия, это не пехота. То есть это не митинги разгонять где-то там в России? Да, они умеют разгонять митинги. Но так как они считают себя горящими кавказскими парнями, то они с автоматами и готовы на видео в ТикТоке, они готовы пострелять в пустые окна и покидать гранаты. В Украине оказались парни погорячее. А что произошло? Вот сегодня Юлия упомянула, что Кадыров заявлял о том, что Азовсталь будет взята до такого-то времени, до обеда, готовьтесь и так далее. Потом на совещании Путин с Шойгу, Путин на камеру говорит, даю приказ прекратить штурмовые действия. Почему в публичном информационном поле происходят вот такие заявления высоких достаточно чинов, я сейчас про Кадырова, достаточно высоких чинов России, которые идут вразрез одно другому? Ну потому что Кадыров в принципе на сегодняшний день практически выходит из-под контроля Кремля. Они уже работают, я бы сказал, на таких очень удаленных отношениях. И этот человек себя ставит практически вровень с президентом Путиным, что для Путина, видимо, очень раздражительно. И он последние несколько лет пытается Кадырова как можно дальше дистанцировать от себя и засунуть туда, в столицу Чечни, чтобы он там не высовывался. Но тот себя позиционирует очень твердо, очень уверенно и на очень высоком ранге.